Приветствую вас. При ответе на вопрос необходимо учитывать два немаловажимых аспекта. Первый аспект заключается в том, что у вас с мужчиной, который вам нравится, есть рабочие отношения, причем вы в этих рабочих отношениях занимаете позицию начальника, то есть мужчина ваш подчиненный, и он воспринимает вас изначально как вычердающее руководство, а после уже как женщина. И если вы решите с ним вступить в отношения, ну, скажем так, более близкие, чем у вас есть сейчас, то вы рискуете нарушить вот этот вот порядок деловых отношений между вами. И тем самым, либо этот подчиненный будет пользоваться тем, что вы с ним в отношениях, с каких более близких, вот, либо вы сами будете предвзято к нему относиться, что также способствует тому, что трудовой процесс будет нарушен или будет менее эффективен. В случае, если вы поссоритесь с молодым человеком, с мужчиной, также можно будет наблюдать, скорее всего, проблемы с осуществлением трудового процесса. Вот этот момент вам нужно учитывать при решении того, что вам делать дальше. Второй аспект заключается в том, что мужчина, как вы говорите, женат, и это, в свою очередь, означает для вас тот факт, что вполне может быть, что он не хочет уходить от своей жены, то есть поместит вас на второе место после своей жены. И вопрос нужно ставить таким образом, устроит ли вас позиция второй, устроит ли вас позиция любовницы, если да, то на сколько времени. То есть как долго, или как-то еще, вы будете терпеть ту свою роль, ни главной, ни единственной женщиной для этого мужчины. Не будет ли это вам наносить вреда, не будете ли вы меньше, например, любить себя, не будете ли вы меньше уважать себя, и не впадете ли вы в зависимость от этого мужчины в следствии от таких вот поступков своих. Если ответ отрицательный, и вы четко знаете, на что идете, четко понимаете, отдаете себе отчет о том, что вас ждет, что вас может ждать, то тогда решение нужно принимать, исходя из того, что вам хочется. То есть если вы не спрашитесь от того, что может произойти, если для вас все это очевидно, и вы уверены, что справитесь, то я не вижу никаких причин, никаких проблем для того, чтобы не сделать первый шаг к мужчине, который, скорее всего, просто-напросто не делает шагов к вам в силу того, что сомневается, что вы обратите на него внимание, ведь вы его начальник. То есть здесь вам нужно прислушаться к себе и принять то решение, которое вам ближе, исходя из ваших желаний и предпочтений и приоритетов. Также следует учитывать тот факт, что мужчина может быть и не ответит вам взаимностью. И вот здесь вам необходимо выработать как можно более аккуратную, безопасную стратегию для себя, чтобы, опять-таки, не ощутить себя ответным, не ощутить себя ненужным и так далее, дабы это не повлияло на ваш трудовой процесс и на вас лично. То есть это нужно делать аккуратно, намеками и смотреть, как мужчины на это реагируют. Если отреагировать позитивно, то можно влежаться. Если не отреагировать никак, значит, вы ему неинтересны и продолжать действовать в его сторону, наверное, все-таки не стоит. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные у вас моменты остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.